Диковинный зверь, который кажется таким знакомым, но никто не знает, откуда он взялся. И все же, механизм его выживания помогал ему прожить 23 миллиона лет. Вот и мы воспользуемся этим принципом для технологичного расположения утеплителя-спальники. Привет, это Сплав, и с вами Анна Мигалина, туристка, гид, блогер и бренд-менеджер Сплав. Сегодня поговорим об уникальном синтетическом спальнике от Сплав Панголин. Давайте познакомимся с новинкой ассортименте экспертной серии снаряжения. Своё название он получил от хищного до муравьёв и термитов панголина за хитрую черепичную укладку чешуек в панцире, а в нашем случае пластов утеплителя. И тут действительно скрывается мощная магия. Вы же знаете, что тёплая вещь не греет своего носителя сама по себе. Она отражает и сохраняет тепло в воздушных карманах от тела. Поэтому так важно, чтобы снаряжение в расправленном виде было как можно более пушистым. Лофта и пухлости в панголине много за счёт от сообразной укладки одного из слоёв утеплителя в верхней части и по бокам. То есть у нас получается толстенький путерброд из двух слоёв. Один плоский, а второй с F-образный. Такая укладка позволяет избежать холодных швов. То есть когда утеплитель прошивается и образуется слишком узкая перемычка, через которую тепло будет сочиться, как через решето. В итоге на груди мы получаем плотность до 40 грамм на метр квадратный из двух слоёв утеплителя. Эта укладка используется в панголине сверху, по бокам и от лица до пяток. И это само по себе прекрасно. Но утеплитель, который используется в спальнике, и сам имеет черепичную укладку пластов внутри листа. Экспертный эту модель делает ещё и дифференцированное распределение утеплителя сверху и снизу. Это значит, что на спине, а тут она очень небольшая, по площади, два слоя утеплителя без черепичной укладки с суммарной плотностью 280 грамм на метр. С такой укладкой получается экономить вес в конечного изделия без потери теплоёмкости. Но только при условии, что турист не будет поворачиваться вместе со спальником. У панголины заявленная минимальная температура комфорта 11 градусов. Это конкурентное предложение, учитывая его вес в 2 килограмма и стоимость. А теперь о конструктиве. Это классический спальник-кокон, и выпускается он в двух ростовках. На 205-ю, то есть на рост до 185, и в 220-й для более высоких путешественников. Длинная молния открывается в обе стороны, то есть залезть в спальник будет легко. А при желании можно создать дополнительную вентиляцию, приоткрыв снизу. И о вентиляции, точнее отсутствие утечки тепла. У спальника есть вшитый воротник по кругу с дополнительной утяжкой для того, чтобы предотвратить миграцию воздуха наружу, когда вы будете шевелиться. Также регулируется капюшон. Внутри есть классический кармашек для мелочи. Я обычно складываю туда грелку, беруши, маску. В комплекте предусмотрен компрессионный мешок, но я бы рекомендовала использовать еще и гермой мешок. Это был новый, теплый спальник от Сплав. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь и путешествуйте с удовольствием. Чао!